Мы заселились в квартиру и она просто прям как с картинки. Сейчас устрою небольшой рум-тур. Всего лишь одна комната с кухней. Сладости. Очень милая женщина, кстати, у нас была. На меня внимание обратите. Даже тапочки. Даже тапочки. Рекланируем. Есть, пожалуйста, кондиционер. Не кондиционер, как это называется? Интеллятор, который подает холодный воздух. Картины на стене. Вот замечательная картина. Ну, это непонятно кто. Ладно, пойдем. Вон есть, пожалуйста, книги. Даже есть карнеги. Можно почитать. Очень интересно. Советую. Стулья такие доморощенные, старенькие. Ну, это сейчас модно. Это модно, да. Это мой будет стул. Там Сонечка садится. Вот так выглядит ванна. Полотенчики, мыло, даже есть щетки, фен, какие-то принадлежности. На самом деле, очень уютная квартира. Все как в гостинице. Очень милая хозяйка. Я обязательно оставлю ссылку на эту квартиру в описании. В общем, поживем и увидим. И, кстати, помимо ключей, нам оставили вот такую карту с местами, которые советует хозяйка. И вот такой небольшой путеводитель. Это очень мило с ее стороны. Мы решили начать с главных достопримечательностей. Пришли к Казанскому кремлю, к мечети Кул Шариф. У меня тут просто подсказка. Я, если честно, не запоминаю все названия. В общем, начались с основных достопримечательностей. Сейчас поднимаюсь на Богоявленскую колокольню. И бабушка осталась внизу и правильно сделала, потому что мне уже очень тяжко. Я-то по неделю валялась. Это хорошо. Всем, кому придет это видео, представляете, мы не едем домой. Мы просто остаемся здесь на всю жизнь. Потеряйте нас, если бы дайте федеральный розыск, ищите, а мы останемся вот здесь вот с утками, с птицами и на зеленой траве. Да, мы просто с бабушкой у нас была идея, что будет, если мы просто возьмем, выключим телефоны, пропадем со всех радаров, не сядем на поезд и не уедем обратно. Вот что будет? Да. Мне кажется, нас быстро найдут, если честно. Яма? Меня вот искать даже буду. Нет, он без меня пропадет. Дедушка-то? Дедушка потеряет меня, плакать будет. Милота. Ирарарчи, собачонок мой. Да, мы скуч... Ой, как солнышко хорошо скучит. А попугай мой. Ой, попугай, наверное, не кормят. Да, короче, мы больше всего скучаем не по мужьям, а по собакам. Ой, я надеюсь, дедушка и Паша не видят это видео. Ладно, Паша, в любом случае... Паша, прости ее, так она... Паша, кто первый, потеряет тебя. Паша, кто первый, потеряет тебя. Мы тут с бабулей решили сходить к дворцу земледельцев. Думали, что это оно. А это обычный жилой дом с обычными майбахами, парше около него. А дом земледельцев, он вот здесь. Мы сейчас пешком оттуда прошли вот так, вот так, вот так, вот так, вот так через мост и подошли к центру семьи. Это я спасаюсь от солнца. Бабушка, конечно, у меня вообще просто герой. У меня уже ноги гудят, а она до сих пор ходит. В общем, тут происходит бракосочетание. Мы сейчас присоседимся к какой-нибудь свадьбе и посмотрим. Мы сейчас пришли с бабушкой в одно из самых старых кафе Казани. И тут до четырех часов действуют бизнес-ланчи за 180 рублей. Просто за все это мы и дали 360. Что, горячие? Да, и тут очень красивый интерьер. Можно сидеть как на веранде, так и внутри. Кафе находится около казанского котика, которому можно погладить. Вот там вот. Бабуля у меня фотограф. Первым делом сидела телефон и пошла фотографировать закат. Такая важная. Вот я сейчас поняла, что прелесть того, что ты взрослый человек, заключается в том, что ты можешь просто сидеть и пить коктейльчик со своей бабушкой. Никому это. Это просто мысли вслух. Субтитры сделал DimaTorzok